Российский интерьер активно развивается, с каждым днем нотариусы приобретают новые полномочия, меняется и формат их взаимодействия с клиентами. Так, с 1 июля 2014 года начали функционировать новые электронные реестры, реестр уведомлений о залоге движимого имущества и реестр нотариальных действий. Это программа «Территория права». Поговорим сегодня в прямом эфире. Я представляю гостя в студии Инна Борисовна Хайкина, нотариус города Самара. Здравствуйте, Инна Борисовна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте. Ну что же, мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Телефон прямого эфира. Уважаемые телезрители, милости, просим к нам в программу. 30 минут в вашем и нашем распоряжении. Мы разговариваем сегодня на актуальные темы, как обычно. Ну и задавайте, конечно же, вопросы свои по телефону 202-11-22 и телефоны с сайта нотариальной палаты. Также вам в помощь. Звоните, ну а мы начинаем разговор. Значительную долю реестров уведомлений о залоге движимого имущества занимают сведения о залоге автомобилей. Вот Инна Борисовна. Скажите, пожалуйста, каким образом эти сведения попадают к нотариусу? Ну для начала хочу ввести в курс дела вас и телезрители о том, что же такое реестр регистрации уведомлений, что же такое реестр уведомлений о залоге движимого имущества. Основа законодательства Антриати 103.1 статья говорит о том, что учет залога имущества, который не относится к недвижимым имуществам, происходит и осуществляется путем регистрации уведомлений о залоге движимого имущества в так называемом реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Реестр уведомлений о залоге движимого имущества – это определенный информационный ресурс, и регистрация ей определенных уведомлений и признается внесением нотариусам в этот реестр так называемых определенных сведений. Сведений, которые содержат информацию о залоге, об обременении движимого имущества. Самый распространенный будет и наглядный пример для всех – это сведения об ограничениях, о залоге транспортных средств. Конечно, в настоящее время, учитывая, что рынок автокредитования не стоит на месте и развивается, сведения о залоге автомобиля имеют наиболее актуальность, и, конечно, все должны пользоваться таким реестром. Реестр уведомлений о залоге движимого имущества формируется именно путем внесения нотариусам сведений. Сведения эти нотариус черпает из уведомлений о залоге движимого имущества. Уведомления могут быть направлены нотариусу как в письменном виде, на приеме с заявителями, но также, как и вы сказали, в электронном виде, учитывая, что сейчас нотариат развивается, идет на пути электронного взаимоборота между всеми органами и юридическими лицами, в том числе гражданами. Конечно, чаще всего по данному вопросу является заявителем залогодержатель, то есть то лицо, которое берет в себе автомобиль, тем самым представляет такую информацию. Но бывают случаи, когда и граждане, и физические лица, которые отдают эти транспортные средства в залог, направляют такую информацию. Это уведомление. Обязательно продолжим. У нас есть звонок на линии. Я предлагаю его послушать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире программы «Территория права». Слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация. Мы с семьей хотим приобрести квартиру. Семья, то есть это я, супруг и дети. Вот обязательно обращайтесь на авторию или нет? Спасибо. Понятен вопрос? Да, вопрос понятен. Конечно, хочется сразу сказать утвердительно «да», потому что мы всегда призываем к нотариальной форме, к бесспорности совершения нотариальных действий, к наиболее объективному и всестороннему, и надлежащей проверке совершения всех действий. Вместе с тем, обязательно ли вам обращаться к нотариусу, либо нет, зависит от той информации, на каком праве принадлежит та квартира, которую вы собираетесь приобретать. Если она принадлежит нескольким собственникам на праве общей долевой собственности, то да, вам в любом случае нужно будет обратиться к нотариусу за удостоверением договора купли-продажи. В том случае, если вы приобретаете квартиру, которая принадлежит несовершеннолетнему, недееспособному, находящимся под опекой попечительством, то тоже будет ответ утвердительный. Вам нужно будет обязательно обратиться к нотариусу. Более того, вы сказали, что вы приобретаете квартиру супруг, супруга и несовершеннолетние дети, ну, либо дети. В данном случае, квартира будет приобретаться в общую долевую собственность, и даже в том случае, если ваш договор не требует обязательно нотариальной формы, вам необходимо будет предварительно обратиться к нотариусу и составить брачный договор. Брачный договор в данном случае необходим, по моему мнению, для того, чтобы определить доли в этой квартире, так как супруги не могут приобретать в общую совместную собственность с другими участниками, с детьми. Уже будет общая долевая собственность. Потому что она нажита, конечно, в браке эта квартира, поэтому... Да, она нажита в браке, и нужно будет приобретать ее вместе с детьми в общую долевую собственность. Чтобы определить такой режим на приобретаемую квартиру, необходимо будет удостоверить брачный договор, в соответствии с условиями которой вы определите, что одна долька принадлежит именно вам, другая долька принадлежит именно супругу. То есть они сами не могут определить этот режим раздела этого имущества? Ну, в равных долях, предположим. Нет в общем имуществе супругов, нет долей. Есть общее совместное имущество. А чтобы определить доли, это можно сделать только либо с помощью брачного договора, либо если вы будете обращаться к нотариусу и удостоверять основной договор купли-продажи у нотариуса, нотариус включит элемент брачного договора уже в основной договор и предусмотрит, что приобретаемая квартира приобретается супругами и детьми, при этом каждая долька каждого супруга имеет режим раздельной собственности. И в данном случае я именно считаю, что это более целесообразный вариант. Во-первых, нотариальный договор у вас будет. У вас будет, естественно, проверка законности сделки. Ответственность, конечно, вся лежит на нотариусе, который удостоверяет эту или иную сделку. Естественно, мы проверяем в тот же день отсутствие ограничения обременения права на основании выписки, полученной в онлайн-режиме. И, конечно, вам не нужно будет дополнительно тратить никаких денежных средств за удостоверение брачного договора, потому что элемент будет уже в нотариально удостоверенном договоре и форма будет соблюдена. Спасибо большое за такой подробный ответ. Ну и я продолжаю призывать дозваниваться к нам в эфир. Уважаемые телезрители, 202-11-22, телефоны в студии работают. Дозванивайтесь. Ну, если вдруг возникнут проблемы, набирайте еще раз, и обязательно пойдете к нам в эфир с вашим вопросом. Итак, продолжаем наш разговор. Вот какие преимущества появились у гражданского оборота ввиду внедрения учетов в электронном реестре? Ну, продолжая нашу тему, хочу заметить, что, конечно, этот реестр уведомлений о залоге может содержать сведения о любом движимом имуществе. Но заметную долю составляет, конечно, информация о залоге автомобилей. Залогодержатель или залогодатель направляя уведомления о залоге для его регистрации, для его внесения в таком реестре, он тем самым информирует неопределенный круг лиц о наличии залога, о наличии обременений, о наличии уже какой-то обязанности у того или иного... Инна Борисовна, а вот маленькое вкрапление просто залог и кредит, это одно и то же мы сейчас имеем в виду? Мы имеем в виду, ну, связанные между собой понятия. То есть, если привести обычный пример, который будет понятен, я думаю, всем телезрителям, то при получении кредита в любой кредитной организации, это может быть кредит у физического лица, это может быть у юридического лица, кредит предоставляется под залог определенного движимого имущества. Ну, в данном случае мы рассматриваем сделку с автомобилем. Да, то есть приобретается автомобиль с использованием собственных средств и с использованием средств, полученных кредитной организацией. И чтобы залогодержатель, банк чаще всего, был спокоен возврате кредита о надлежащем исполнении своих обязательств, банк оставляет у себя этот автомобиль в залоге. Но об этом информацию он должен сообщить неопределенному кругу лица. В залоге оставляют документы, разумеется, да? Потому что человек все-таки автомобилем пользуется. Автомобилем пользуется. Раньше это были документы. Сейчас это сведения в реестре уведомлений о залоге. То есть все документы находятся у физического лица, который приобретает этот автомобиль, даже и ПТС, и свидетельства. Но сведения о том, что такой-то автомобиль с таким-то индивидуационным номером заложен на такой-то определенный срок такому-то определенному юридическому лицу, либо физическому лицу, содержатся вот как раз в этом реестре уведомлений о залоге движения. Я просто сейчас думаю, вот о чем ежедневно, да ежечасно, можно сказать, совершается такое количество сделок по продаже и покупке автомобилей, что как скоро поступают к нотариусу сведения к вам. Ведь это же ведь действительно круговорот. Ну, круговорот определенный есть. И можно сказать, что уже наработан определенный опыт в этом. И федеральные информационные ресурсы работают в круглосуточном режиме. Кредитные организации банки направляют сведения на федеральный ресурс федеральной нотариальной палаты. Федеральная нотариальная палата обрабатывает эту информацию и дает, так сказать, задание нотариусам внести эти сведения в уведомления, в реестр уведомлений. Это очень оперативно происходит. Работа нотариусов тоже налажена в этом направлении. И все реестры, все уведомления о залоге движимого имущества своевременно регистрируются. Более того, если физическое лицо просто придет на прием к нотариусу и подаст такое заявление с просьбой внести такие сведения, это тоже происходит достаточно быстро. Спасибо большое. Есть звонок, принимаем. Говорите, уважаемые телезрители, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, я собираюсь приобретать автомобиль и продавец мне предлагает просто собрать на доверенность выносить все. Какие есть риски у меня бы это? Спасибо большое. Вопрос в тему. Инна Борисовна, ответьте, пожалуйста. Да, очень часто бытует мнение о том, что можно приобрести автомобиль по доверенности. Это отнюдь неверное мышление и решение этого вопроса. Конечно, продажа автомобиля осуществляется на основании письменного документа, совершенного двумя сторонами, продавцом и покупателями. Называется это договор купли-продаж. Обязательно в нотариальном удостоверении нет такого договора купли-продажи, но, конечно, мы не раз в день сталкиваемся с такими просьбами удостоверить такой договор купли-продажи, потому что именно мы можем проверить и основания приобретения такого автомобиля, и нужно ли в данном случае запросить какие-то сведения в реестре уведомления о залоге, нужно ли запросить вдруг, если это совсем дорогостоящий автомобиль, либо если мы видим какие-то споры, либо у нас какие-то возникнут сомнения, либо мы просто разъясним статью 35 о том, что все имущество является совместно нажитым, и, возможно, стороны сами изъявят желание сделать согласие другого супруга на приобретение такого автомобиля. Разъясним порядок регистрации таких сведений в Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Обязательно договор должен быть составлен в письменной форме и, конечно, желательно в нотариальном. Риски, которые могут быть у вас на основании доверенности, по которой вы думаете, что вы как бы приобрели, они очень велики. Дело в том, что доверенность может быть отменена в любой момент по желанию того лица, который выдал эту доверенность. Не проверив эту информацию, вы можете просто очень сильно ошибиться. Более того, если вам выдадут такую доверенность сегодня, и завтра такая доверенность будет отменена, то вы попрощаетесь... Во-первых, во-вторых, об этом не узнаете, да? Да, и попрощаетесь и с деньгами, и с автомобилем. Да, поэтому риски очень велики, и в данном случае приобретать автомобиль по доверенности невозможно, не стоит и, можно сказать, прямо запущено. Отказаться? Это же право? Да, можно отказаться, да, я хочу совершить эту сделку, но только не по доверенности, а, допустим, у нотариуса или по договору купли-продажи. Конечно, да, вы должны просто объяснить. И сразу уже можно будет понять, мошеннические действия влечет за собой обратная сторона или нет. Да, или нет. Просто нужно объяснить, что доверенность вас ни в коем случае не защитит, как приобретателя, и вам нужно будет рекомендовать вашему покупателю сделать договор купли-продажи, подписать его и проверить все существенные условия этого договора, такие как цена, например. Спасибо. Спасибо, Инна Борисовна. Продолжаем общаться. У нас есть еще один звоночек на линии. Мы приветствуем вас в эфире программы «Территория права». Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Хотим поинтересоваться, хотим приобретать квартиру с использованием материнского капитала. Ребенок сейчас прописан в приватизированной квартире на территории отца. И вопрос такой, будет ли какое-нибудь ограничение по метражу на промертельного жилья? Спасибо. Вопрос интересный, понятен. Будьте на линии, пока не отключайтесь, пожалуйста. Да, в принципе, понятен. Не могу сказать вам, что закон связывает с метражом. Закон связывает наличие средств, полученных вами или будущим полученных на основании сертификата на материнский семейный капитал только с тем, чтобы вы распределили этот капитал равномерно между всеми членами семьи, которые имеют на него право. Вот от чего нужно отталкиваться. Чтобы средства маткапитала были направлены верно на тот объект, на который вы будете приобретать. И чтобы в этом объекте именно та сумма средств, которая будет потрачена за счет, так скажем, государства, она была распределена верно. Вот это, естественно, будет проверять нотариус, либо вы можете это сами пересчитать. Но доли должны быть соблюдены верно, особенно у несовершеннолетних. Спасибо большое. Продолжаем программу. Звоните к нам в студию. Если вдруг вопрос был непонятен, дозванивайтесь к нам, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Ну а мы продолжаем. Инна Борисовна, я хочу задать вам вопрос вот про реестр уведомлений. Мы сегодня о нем говорим. А вот платный ли он для доступа обычных граждан? Угу. Вообще любой гражданин или юридическое лицо может совершенно бесплатно ознакомиться с публичными сведениями, которые содержатся в реестре, в информационном ресурсе интернет по адресу www.reestradefizalogov.ru. Либо вы просто вводите в поисковую систему реестров залогов. Да. Конечно, там будут не все сведения, и там и существуют сведения, которые может вам выдать только нотариус на основании запроса по индивидуационному номеру автомобиля. Но какие-то определенные сведения, которые вам дадут уже краткую информацию, вы сможете получить бесплатно на этом ресурсе. Вместе с тем, конечно, если вы приобретаете автомобиль и вам интересна вся его история, то рекомендую вам обратиться к нотариусу с просьбой запросить расширенную выписку. Там будут сведения о всех и прекращенных залогах, и имеющихся сроках в пользу автомобиля. Вот, кстати, часто ли граждане к вам обращаются с такими запросами и с такими просьбами? Вот информировано на наше население о реестре залогов. И как часто они просят? Ну, соответственно, вы даете такую информацию. Ну, я не могу сказать, что это самое частое сейчас нотариальное действие, но с каждым днем электронный документ, оборот, все растет и растет, и все больше физические лица, которые обращаются с просьбой взять кредит в тот или иной банк... Все-таки проверяют, да? Проверяют, да, конечно. Проверяют историю, либо банки хотят запросить информацию об определенном автомобиле. Если есть случаи, когда получают автокредит не обычным способом на покупку автомобиля, а просто, например, организация, либо физическое лицо, имеющееся у себя транспортное средство, закладывает просто с целью получить денежные средства, например, ну, на какую-то предпринимательскую деятельность. Не обязательно же закладывать именно недвижимое имущество, может быть, и движимое имущество. Конечно. Поэтому залогодержатель с целью заключить такой договор залога транспортных средств, он собирает такую информацию, были ли ранние залоги, существуют ли сейчас, и, конечно, к нам обращаются. Но вот если рассмотрим такую ситуацию, попался автомобиль, выгодно и по цене, и, ну, в общем, устраивает все, у нотариуса такой запрос сделан, вы оперативно отвечаете? Очень оперативно. Очень оперативно, да, конечно. То есть сделка сорваться не может, и нужно за такую информацию обращаться к абсолютно любому нотариусу. К абсолютно любому нотариусу страны можно обратиться за такой информацией. Это очень оперативно делается. Электронная система помогает нам сейчас во всем. Абсолютно 5-10 минут информации. И информация, как на ладони. Спасибо большое. Вот такая ситуация. Вот если все-таки автомобиль находится в залоге, но сведения об этом пока еще не попали в реестр, вот то какие будут последствия при продаже такого автомобиля, и придется ли вот добросовестному покупателю возвращать автомобиль в банку? Ну, к сожалению, вопрос мне понятен, да, и нужно прислушаться сейчас, наверное, вот к новой информации. В этой части закон поменялся, и с недавнего времени действует новое положение Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности, статья 339.1 Гражданского кодекса говорит о том, что залогодержатель в отношениях с третьими лицами вправе ссылаться на принадлежащее ему право залога только с момента совершения записи об учете залога. Это, следовательно, говорит еще о том, что залог прекращается, если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать о том, что это имущество является предметом залога. То есть вот в приведенном вашем примере покупатель не мог знать и не знал, получается, о залоге, ввиду того, что сведения о нем не были в реестре уведомлений о залоге. Поэтому залогодержатель уже не может обратить взыскание на такое имущество, на такой автомобиль. К сожалению, в данном случае залогодержатель понесет убытки ввиду своей, так скажем, неосмотрительности и выразившейся в том, что он надлежащим образом не позаботился о судьбе своей и не направил уведомление нотариуса о возникновении залога. Для чего не направил? Чтобы нотариусу своевременно не внес на такие сведения в реестр. Как только он направил бы такое уведомление, нотариус тут же бы внес, и уже любое лицо, которое приобретало бы такое имущество, знал бы о обязанности, которая лежит на предшествующем собственнике. Ну хорошо, Инна Борисовна, а вот какие риски тогда существуют у покупателя подержанного автомобиля, ну вот покупаю я автомобиль с рук, да, у другого физического лица, вот здесь какие риски могут быть? Абсолютно аналогичные, потому что при покупке автомобиля с рук существует реальная опасность приобрести автомобиль, заложенный в банке. И если автомобиль заложен в банку, то покупатель рискует лишиться его по обращению взыскания на него банком. Потому что залог в данном случае переходит с машины к новому собственнику. Ну в таком случае, как себя обезопасить? Обязательно нужно предварительно обращаться к нотариусу с просьбой получить сведения о наличиях ограничений и о залогах. Это нужно выяснить инвестиционный номер машины и удостовериться в том, что машина не заложена. Вот я слушаю вас, ваших коллег-нотариусов, которые приходят к нам в программу, и мне создается впечатление, что сейчас, чтобы оформить любой документ, будь то доверенность, врачный договор, договор купли-продажи, доверенности, я не знаю, у меня не хватит пальцев на двух руках, чтобы не прийти к нотариусу. Вот неужели сейчас, чтобы оформить любой документ, который имел бы за собой законную сделку, разумеется, чтобы с точки зрения буквы закона, нужно обязательно идти к нотариусу? Я права и не говорится. Или все-таки есть еще исключения из правил, чтобы можно обойтись без услуг нотариуса? Или вы такие необходимые сейчас? Ну, к счастью, законодатель, конечно, много доверил нам полномочий, и это продиктовано именно тем, что количество судебных споров именно по тем сделкам, которые приобрели нотариальную форму, по которым люди пришли к нотариусу где-то с помощью своих желаний, где-то с помощью необходимости, продиктованной законом. Еще раз повторюсь, количество судебных споров снизились в разы. Законодатель это увидел, оценил в хорошем смысле слова, и, естественно, наиболее уязвимые, наиболее рискованные, наиболее трудные ситуации передал нотариус. Неужели документы нотариуса совершенно никак не оспариваются, а с ними буквально соглашаются? Ну, конечно, есть разные ситуации, но оспорить тот документ, который сделал нотариус, конечно, максимально затруднительно, потому что порой клиенты обижаются, насколько мы тщательно, подробно и придирчиво спрашиваем. О всех вопросах, да, долго, да, непривычно, конечно, не так все общаются, и представители других, может быть, юридических сообществ, но так как ответственность лежит полностью на нотариусе, так как мы отвечаем лично своим имуществом, так как мы должны полностью защитить две стороны, и являясь независимым арбитром, мы должны полностью подтвердить бесспорность любого нотариального действия. Поэтому порой мы даже говорим, что данное нотариальное действие не требует обязательного обращения к нотариусу, но граждане сами понимают значимость, ответственность и обращаются к нотариусу. Хорошо, так все-таки, подводя резюме нашему сегодняшнему разговору, что вы посоветуете будущему покупателю поддержанного автомобиля, Лена Борисовна? Первое, что нужно сделать при покупке поддержанного автомобиля, это выяснить интенсионный номер машины, удостовериться в том, что машина не заложена. Сделать это необходимо путем получения у нотариуса выписки о том, что на момент покупки в реестре уведомлений залога движенного имущества не содержалась информация о выбранном автомобиле. То есть надо начинать выяснение интенсионного номера и потом обратиться к нотариусу. Хорошо, но а самому-то покупатель может проверить информацию о наличии залогов в отношении приобретаемого имущества самостоятельно? Да, доступ к сведениям в реестре уведомлений о залоге движенного имущества можно получить бесплатно, круглосуточно, в интернете, на сайте реестра-залогов.ру. Вместе с тем, как я уже говорила, сведения будут не в полном объеме представлены, а только те, которые носят так называемый публичный открытый характер. Но какую-то информацию, конечно, вы уже получите. Точно так же, как и действует, напоминаю вам, реестр отмененных доверенностей и любую доверенность вы не только вправе, но я бы сказала, вы обязаны проверить ее, если вы как-то связаны с ней на основании той или иной сделки, либо как-то она с вами применима в вашем обороте. Потому что при отмене доверенности нотариус вносит сведения в реестр отмененных доверенностей, и уже на следующий день все сведения попадают в реестр отмененных доверенностей, и это также вносит реестр открытый характер. Открытый характер. И как можно зайти на этот сайт, реестр, как можно проверить? Это тоже открытый информационный ресурс www.reestradefizdiver.ru либо вы просто вносите в поисковую систему реестр отмененных доверенностей, указать достаточно дату удостоверения такой доверенности, и достаточно указать реестровый номер. Если доверенность будет отменена, выйдет сразу сведение о том, что... Если вдруг номера нет? Если вдруг забыл, у какого нотариуса вообще оформлял доверенность? Ну, нужно обратиться, значит, к этому нотариусу. Ну, у какого нотариуса это будет сложнее, и при выдаче доверенности я всегда поверенному разъясняю, доверителю разъясняю возможности отмены такой доверенности, всегда предупреждаю о том, что оставляйте у себя ксерокопию такой доверенности. Да, она вам не пригодится, но она пригодится в том случае, если вы захотите отменить, потому что можно будет обратиться. Кстати, по поводу изменений в отмене доверенности, что еще нового в последнее время произошло? Вот прям вкратце буквально напомните и завершаем разговор. Прекращение доверенности, да, тоже изменила статья. Прежде всего, напомню вам, что доверенность прекращается вследствие стечения ее действия, как я уже говорила в нашем разговоре, при отмене лицом, выдавшим доверенность. Напомню, что, конечно, при смерти гражданина, выдавшего доверенность, это тоже важный момент, про который многие забывают доверенность, в такой момент уже не действует. Конечно, это введение в отношении представляемого либо представителя процедуры банкротства, это изменила статья по прекращению доверенности. А в отношении именно правил отмены, это обязательно обращение к нотариусу и внесение сведений в реестр отмененных доверенностей, эта обязанность лежит на нотариусе. И с этого момента, как попадают сведения в реестр отмененных доверенностей, все лица считаются известившимися о факте отмены доверенности. Ну что ж, спасибо вам большое, разговор у нас получился интересный, информативный. Благодарю вас, Инна Борисовна. Спасибо, конечно же, всем тем, кто был сегодня с нами. Смотрите программу «Территория права». Мы работаем в прямом эфире и следите, пожалуйста, за нашими анонсами. Ну а телефонный сайт Нотариальной палаты вы видели на экранах. Если вдруг у вас остались вопросы, консультанты Нотариальной палаты всегда проконсультируют вас по любому нотариальному действию. Ну и следите за нашими анонсами. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. Будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»!